В Тарагоне вот железная дорога, тут грузовые поезда ходят и смотрю, вот старинный паровозик тарагоновский, и вот здесь у нас порт, вот здесь у нас порт, вообще симпатичное место, я бы сказал, симпатичное место, мне нравится, я вчера в старом городе был, а сегодня вот зашел, забрел случайно в эту часть и буду сейчас ее изучать. Здесь живописные, у них тут балкончики разные, но я сейчас пока не буду, а соль здесь останавливаться, пойду дальше искать где-то железные дороги, ну точнее станции. Я видел на ютубовском ролике, и вот здесь находится ряд бассейнов с символическими разными фигурками, вот эти дома тоже чем-то знамениты, они очень старые, и тут дорого жить, дорогие квартиры. Сейчас подальше пойдем, смотрите какая громадная яхта, первый раз езжу такое, наверняка приезжает к какому-то миллиардеру, может даже российскому. Слышные каталонские патриотические флаги, ну как они любят свою Каталонию. Тут какие-то съемки вроде проходят на балконе. Ага, точно, точно ее фотографируют. Что про вот это, про эти фигурки. Они тут наполнены глубоким смыслом, как бы, это, видимо, тут вот эти люди ждут моряков, которые ушли в море. А вот тут тетка с ребятенком стоит, а там это самое, через окна видно стол с выпивкой. Вот, и вот они ждут, ждут моряка, так сказать, из дальнего плавания. День общепита на замке, видите, ничего не работает. Вот так вот, полный упадок, туристов нет, все им позапрещали. Тут было очень популярное место, как я понимаю, но все закрыто. Я один тут брожу. День этих скульптур можете рассмотреть получше. Здорово-здорово, хорошо, вылеплено прям так все. Но это металл, это металл. Натурально очень. Некогда мне сейчас читать, мне нужно быстрее-быстрее по разным делам тут шастать. Еще вот такой одинокий этот самый человек. Поход Махлин в Лондон, видите, приписан к Лондону. С трубой старинной, где мачта, труба. Смотрим еще вот эти яхты. Поближе сделаем. Офигеть, сколько там уже этажей интересных. Вот это яхты. Дворец на воде. Поближе раздавает. Чего-то мне это название знакомо. Валетто. Это же столица Мальты, где два раза был. Мальтийский флаг с крестом, видите. Вдалеке я вижу парусник со шведским флагом. Видели? Сейчас подойду туда. Два старых портовых крана. как исторический монумент. Оригинальная архитектура этого домика. Эспанцы молодцы. Дизайнеры у них хорошие. Так, ввеси здесь в 18 веке, даже в 1827 вот эта пушка стояла здесь, охраняла вход в порт. Вся ржавенькая такая, но живая. Называется Гунила вытащили матрасы, где, наверное, это самые ученики юнги, молодые матросы на архитектуре. Ну, матрасы у них вроде не обосаны. Вроде нет. Ну, да, они все по-шведски, говорят, шведские молодые моряки. Гордо развивается шведский флаг. Так, ну, туда я не пойду. Я уже устал тут ходить. Большие расстояния. Надо не найти железнодорожную станцию все-таки. Рассмотрим поближе эти портовые краны. Так, значит, конструкция. Этот кран был сделан в 2023 годах. Высота в 15,8 метров. Вес 65 тысяч килограмм. 65 тонн на весе. Офигеть. Максимальный радиус 16, минимальный 6 метров. Сделаны стали, бронзо и... Сталь, бронзо и металл. Ну, да, вот он тут применялся на этой энергии. В 1933. Потом перевели другое место. Востоке на автосервис. В 1989 году он закончил свою трудовую деятельность. Отдвигаюсь к станции. Иногда останавливаюсь, рассматриваюсь. Смотрите, какие двери. Посмотрите, какая красота. Чисто деревянные. Человек вокзал, я смотрю людей там дофига. Это означает, что поезда ходят. Зря меня пугали, что поезда на Монсеррат не ходят, скорее всего ходят. Сейчас пойду почитаю расписание.